Вот мне любопытно, как вы выдавливаете зубную пасту. Посмотрите, вот так ее выдавливаю я. Я сворачиваю ее в рулончик и таким образом выдавливаю все до последнего грамма. Но я часто замечаю, что люди берут и выдавливают вот так вот, давят на нее, и в результате вот здесь остается много, ну как бы выбрасывается. Это привычки, и эти привычки накладывают на всю нашу жизнь отпечаток. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демятков Юрий. Сейчас я хочу поговорить о привычках, привычках богатых людей или привычках бедных людей. Это уже кто как считает. Вот мне любопытно, как считаете вы. Дело в том, что мне в своей жизни приходилось переживать и очень-очень тяжелые периоды, когда я буквально голодал, и было там гайдаровские реформы и так далее. То есть студенческие годы у меня пришлись на это. И были жизни, когда у меня была светлая полоса, когда денег было хоть отбавляй. Но вот я всегда как бы пытался выдавливать из тюбика зубной пасты буквально всю зубную пасту. Точно так же касается мыла. Мне жалко всегда было его выбрасывать. Я всегда эти, так сказать, совсем мелкие обмылочки, значит, там делал и так далее. Еще один момент – мелочь. Смотрите, вот когда наличка была, карточек еще не было, была куча мелочей, я всегда избавлялся в первую очередь от мелких монет, а потом только крупные, крупные, крупные. Потому что, ну, чем крупнее монеты, деньги, тем, ну, они компактнее, грубо говоря. И вот это все накладывало, ну, как бы отпечаток на всю мою жизнь, с одной стороны. Но вот что я подумал. Что хорошо это или плохо, я не знаю. Вот напишите, пожалуйста, какие привычки есть у вас. Как вы считаете, это привычка богатого человека или бедного человека. Но однажды, это было в 2008 году, по-моему, когда был очередной кризис, там, по-моему, то ли доткомов, то ли, ну, кризис был, короче говоря. И у меня был бизнес, и, значит, там была другая фирма, точно такая же, как моя. И мы решили объединиться фирмами, потому что, ну, примерно все одинаково. И мы сели, прямо вот карту на стол выложили, так, у кого какая реализация. И мы выяснили, что реализация у нас вот абсолютно одинаковая реализация. Понимаете? Теперь дальше. Мы, значит, смотрим, так, расходы на рекламу примерно такие же, расходы на зарплату примерно одинаковые. Значит, количество людей примерно одинаковое работает, сотрудников. И вроде бы все одинаково. Но когда стали выяснять, ну, стоимость оборудования, ну, честно, мы же понимаем прекрасно, сколько стоит оборудование у них, сколько стоит у меня оборудование. Стали сравнивать оборудование, и выяснилось, что оборудование-то мое стоит, ну, раз в пять меньше, чем у той фирмы, с которой я хотел объединиться. Представляете? То есть, абсолютно одинаковая реализация, абсолютно одинаковая. И я думаю, и мне говорят, слушай, ну, если объединяться, то, значит, вот один к пяти, то есть твоя доля будет 20%. И я такой, чего? И я подумал, а почему, собственно говоря? То есть, смотрите, получается, что вот эта вот моя дурацкая привычка выживать, выжимать из тюбика зубной пасты все, она распространяется на все. В том числе на оборудование. И я из оборудования выжимал все. То есть, в пять раз меньше у меня оборудования, а я даю с этим оборудованием такую же эффективность. Разве это плохо? Это хорошо, друзья мои. И вот эта вот привычка выжимать все из, вот, до последней капли из всего, ну, вот она во мне сидит. Вот такая у меня привычка. Как вы считаете, это хорошая привычка или нет? И если у вас такая привычка, вот посмотрите, вот, напишите, какие у вас есть привычки, и как вы считаете, вот, они вам помогают в жизни или наоборот мешают? Я не знаю, я берегу всегда копеечку, я лишнее не трачу. А многие, я смотрю, вот, которые люди, ну, вроде небогатые, но, блин, спускают моментально все, что зарабатывают. Ну, я так не могу, например, да? То есть, есть какие-то вещи, которые я не могу себе позволить, а есть, которые могу. Ну, те люди, которые позволяют себе по мелочам вот так вот швыряться деньгами, но они не могут позволить себе то, что я могу позволить. Не знаю, что лучше, но пишите, как вы считаете, какие привычки богатых и какие бедных. Может быть, я и не прав. На сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демитров Юрий.